Я приветствую всех, дорогие мои любители астрологии! Сегодня у нас тема «Новолуние в знаке Льва». 4 августа 2024 года мы будем проживать это событие. И оно пройдёт по времени Москвы 14 часов и 14 минут. И это «Новолуние» у нас будет в 13 градусе Льва. Оно будет очень ярким, мощным и запоминающимся. Именно с этим «Новолунием» мы будем получать прекрасную возможность для того, чтобы сосредоточиться на своих ярких моментах своей жизни. Это могут быть романтические отношения, и моменты могут быть связаны с отдыхом. Либо мы будем просто концентрироваться на себе любимом и на своих персональных глобальных проектах и желаниях, которые могут идти от самых глубин нашего сердца, так как это всё связано со знаком Льва. И здесь «Новолуние» во Льве призывает поставить личные цели на первое место, особенно если вы долгое время забывали о своих потребностях в интересах других и в угоду других. Каждая «Новолуния» даёт новую энергию, новый импульс, новые желания. И здесь этот период может принести определённую задачу для предстоящего лунного месяца. Здесь «Лунный месяц» во Льве, он активирует все темы, которые так или иначе могут быть связаны с огненной стихией, знаком Льва. И здесь оно управляется Солнцем и делает акцент, в первую очередь, на творчество, на индивидуальность. И лучше всего мы проявляем себя через плоды нашего созидания, будь то это наши физические какие-либо такие явные доказательства, это наши детки, или же наши творческие детища, наши планы, проекты, которые мы рождаем на уровне своих желаний и которые именно идут от нашего сердца. А потом их воплощаем, вкладывая в них всю свою энергию, весь свой потенциал и все свои творческие замыслы. Лунный месяц в знаке Льва – это очень хорошее время для проявления своего творения, для любви, для общения с нашими детьми, для радостных моментов, для развлечений и для отдыха. Энергии Льва помогают проявить себя и помогают раскрыть свой творческий потенциал, которые усиливают стремление к личной свободе и признанию. Не стоит в это время оставаться в тени или бездействовать. Для успешного продвижения в делах в этот период важно не бояться заявлять о своих преимуществах, делать рекламу себе. И здесь именно проявление своих всех талантов, которые отличают вас от других людей. Смело нужно демонстрировать свою уникальность и харизму, действовать прямо, проявлять великодушие в своих лучших качествах. Время Льва благоприятствует уверенным в себе людям, которые знают, чего они хотят, и смело идут к своим целям. Энергию Львиного огня хорошо направлять на творческое самовыражение и на самореализацию. Занятия такими моментами, как провождение с детьми, будут иметь очень ресурсное содержание. Налаживание романтических отношений в этот период даст большие перспективные планы и надежды на будущее. Активный отпуск, отдых и спорт в целом, особенно в игровой форме, дадут разнообразные развлечения и проявление хобби. Это очень положительный период, когда именно хобби может проявиться во всей красе и даже включить, возможно, даже некоторую монетизацию. Это очень хорошее время для установки намерений, хороший период времени для людей таких творческих профессий, особенно для начинания в сфере искусства, дизайна, для артистической общественной деятельности, ну а также для юридических дел, презентаций, выставок, рекламных кампаний. Все будет очень даже желательным в этот период времени, когда может найти очень положительный резонанс среди людей. Вместе с тем стремление к внешним эффектам и, возможно, недостаточная подготовка могут не привести ваше начинание к желаемым результатам. Чем больше усилий и настойчивости в воплощении своих замыслов вы потратите, тем выше ваши шансы могут быть на успех. Все зависит от вас, дорогие мои. Сколько сил, энергии вы потребляете на свои задачи, значит именно эти задачи имеют полный шанс на реализацию. Здесь точка новолуния. В этот день будет соединяться Солнце и Луна, но эта новолуния всегда в соединении происходит. И она будет находиться в благоприятном аспекте с планетой Марс и с планетой Юпитером. Поэтому эта новолуния может открыть новые возможности тем, с чьими картами они особо могут резонировать. Здесь, конечно, должен быть индивидуальный подход. Здесь мощная энергия этого позитивного новолуния будет значительно помогать тем, кто намерен созидательно и творчески, и особенно осознанно проявлять свое Солнце, то есть себя. И в предстоящий Луны месяц, именно если вы проявляете себя, то можете получить очень хорошие шансы для продвижения своих проектов. Наступает время для старта, для продвижения персональных проектов, для индивидуальных каких-либо инициатив. Демонстрация себя и своего творчества очень будет хорошо в этот период проявлена. Это новолуния, но запускает позитивные программы на ближайший месяц. И в первую очередь для огненных знаков зодиака. Здесь я советую очень активно проявляться овнам, львам, стрельцам, максимально воспользоваться этим шансом, так как удача будет именно на вашей стороне. И здесь 4 августа начинает действовать в этот период, конечно же, и еще вот эта огненная природа. Поэтому не будьте в тени, заявляйте о себе, стремитесь проявить себя. По максимуму предлагайте миру то, что вы умеете и любите делать больше всего и лучше всего. Не разменивайтесь по мелочам, делайте свои ставки на свои крупные дела и проекты, на те, которые вас вдохновляют, которые ярче всего могут продемонстрировать вашу уникальность. Хорошо, если это будут инициативы, рассчитанные на перспективу, на долгосрочные планы. И важно, чтобы это были особенно подготовленные и продуманные инициативы, имеющие план развития. Если в этот период мы начнем сдерживать свои порывы и сомневаться в своих силах, то нереализованная энергия будет приводить к внутреннему недовольству и раздражению на себя. Здесь нереализованная энергия может вызывать агрессию по отношению к тем, кто в отличие от нас позволяет своему солнцу проявляться этим, возможно, уверенным каким-либо подходом к жизни. В дисгармоничном варианте предстоящий лунный месяц может стать периодом напряженных отношений. Возможно, это может проявиться через соперничество, через конкуренцию, выяснение того, чья позиция сильнее, кто выше, кто лучше, кто могучее. Поэтому, чтобы энергия не застаивалась и не проявлялась в вашей жизни в негативном аспекте, будьте открыты и свободно выражайте себя, любите себя при любых раскладах. Сосредоточьтесь на персональном творчестве в самом широком смысле этого слова. От творчества на кухне или в мастерской до творчества на уровне. Моя жизнь – это мой личный проект. И именно от того, как я к нему отношусь, будет зависеть этот успех. Брать ответственность на себя очень важно за свои проекты. Учитесь радоваться себе и всему, что приходит в вашу жизнь. Ведь солнце – это энергия позитивных энергий. И здесь очень важно сосредотачиваться на своих амбициозных планах, на истинных желаниях, те, которые идут от самого сердца. Напитывайте себя энергией внутренней позитивной самости, любви. Ведь сезон льва – это прекрасное время для расширения сознания изобилия, для сонастройки с энергиями процветания, благодарности и любви. Позвольте этим энергиям влиться очень активно в вашу жизнь. И помните, чем больше усилий и настойчивости в воплощении замыслов, тем выше шансы на успех. Учитывайте это, планируя свои новые перспективные дела на будущее развитие. Но нужно учитывать еще и главную особенность этого новолуния. Новолуния 4 августа состоится перед разворотом Меркурия в ретроградную фазу, которая произойдет 5 августа. И ретроградная фаза Меркурия продлится с 5 по 28 августа. И ретрофаза Меркурия будет происходить в знаках Девы с 4 градуса по 22 градус Льва. Поэтому и для Львов, и для Дев это очень особенно важный период во времени, когда именно вы можете перенастраивать свою жизнь в новых ключах, переигрывать свои предыдущие планы и проекты и начинать с новыми энергиями. Новолуния перед ретроградным Меркурием – это очень отличная возможность для того, чтобы вернуться именно к старым своим проектам, делам или идеям и довести их до логического завершения. То есть эта новолуния благоприятствует реализацию всех тех дел и проектов. И также мысли, идеи здесь тоже имеются в виду, которые по разным причинам ранее были, возможно, отложены или же нереализованы. И здесь, конечно же, из-за влияния Меркурия, который повернется в ретроградное движение с 5 августа, не следует делать поспешных выводов. И если что-то пойдет, особенно не по вашему плану, как вам именно бы хотелось. Также здесь вероятны масштабные и неожиданные события, которые будут включать планета Марс, когда будет находиться на оси катастроф. И не все они могут быть приятными, эти дела, которые будут в этот период происходить. В этот период возможны и форс-мажорные, и конфликтные столкновения, и некоторые даже провокации. Учитывайте этот факт во время планирования своих важных дел на этот период. Имейте какой-то запасной свой план Б на этот случай. И если что-то пойдет не так, если произойдет сбой, события начнут разворачиваться не по вашему сценарию, не так, как вы запланировали, то нужно включать этот второй план Б. Но, возможно, даже и план С или еще далее какой-то план тоже должен иметься у вас в запасе. Это особенно касается тех, кто в это время будет находиться в пути. На период с 3 по 5 августа лучше, конечно, отложить все важные дела и поездки. И хоть период этот будет очень мощным, штормить нас, конечно же, даже будет и за несколько дней до этого события. Тут важно сохранять баланс и слушать свой внутренний голос, и не забывать про разумные действия. Лежать здесь на спине в любом случае в это время новолуния даст подумать, и особенно принять истинные желания свои, а не ложные, навязанные. Погреться на солнышке, в общем-то, может дать более благоприятный период в этот момент, и подумать о всех тех процессах, которые в целом-то происходят. И понимать, что ответственность в любом случае лежит на нас, и новые проекты, которые мы будем себе закладывать по этому новолунию, они могут нести очень амбициозные планы, которые будут включать, возможно, и творческие проекты. И настолько, насколько вы будете верить в них и вкладывать себя и свою сердечную энергию, настолько они и имеют полные шансы на реализацию. Используйте это для себя во благо, но не огорчаясь, если вдруг что-то будет не совсем так, как вам бы хотелось. Умейте перестраиваться, переделывать свой сценарий ваших задач, приемлемых здесь и сейчас, для того, чтобы быстро, в ногу, со временем корректировать все то, что требует своей корректировки. Но благоприятных аспектов здесь будет предостаточно, ведь и 8 августа у нас будет открытие, врат льва будет включен портал изобилия, когда энергия трех восьмерок будет нам давать благополучное, вот это сочетание именно изобильных энергий. И эти энергии, они уже действуют, так как эти врата льва, они еще действуют с 26 июля и будут продлены во времени до 12 августа. А фактически вот именно вот этот вот потенциал трех восьмерок, он будет очень изобильным и очень энергоресурсным в этот период времени. Не забудьте также и об этом. И новолуние даст эти энергии все равно так или иначе запустить ваши жизненные планы и проекты. Успевайте все это себе воплощать и не стоять, не останавливаться на месте. Все зависит от нас самих. Удачи вам, дорогие мои, и до новых встреч в эфире. И пусть удача будет идти рядом с вами. И портал изобилия будет давать все то, что вам необходимо. Всех благ, дорогие мои.